Варлашин Сергей Луч Ступай в лес, ступай. Если никогда не пойдёшь в лес, с тобой никогда ничего не случится, и твоя жизнь не начнётся. Глава первая Солнце ярко освещало комнату, свет проникал во все уголки сквозь наполовину зашторенное светлыми занавесками окно. Основной свет падал на стол с закруглёнными краями, высвечивал пару книг с бархатной глянцевой обложками, несколько карандашей, лежавшей хаотично, и большой лист бумаги, слегка затронутый рисунками хозяином комнаты. Он лежал сейчас в своей кровати у стены, совсем ещё ребёнок. Утренний луч отразился от блестящего будильника и плавно поехал по лицу мальчика, спящего с приоткрытым ртом. Одна рука лежала на подушке, второй он оттащил одеяло под самое утро, когда стало гораздо теплее. Солнечный зайчик светил на глаз и ухо, пока не стал метить в два ока одновременно. Тут-то Соня и начал жмуриться, а затем и вовсе просыпаться. Открыв один глаз, и сразу его закрыв, он хотел бы перевернуться на другой бок, но вспомнил, что всё утро будет предоставлен самому себе и волен делать всё, что захочет. Медленно он садился, пока его ноги не опустились на пол, нащупывая там пушистые тапочки блендно-оранжевого цвета под тон пижамий пятнышка. Быстро переодевшись, он тайком спустился по лестнице и выскочил на улицу. Ноги касались скошенной пару дней назад травы, и с каждым шагом по ней утренняя бодрость заполняла сознание. Вскоре трава сменилась густыми зарослями, и он оглянулся на окно своей комнаты на втором этаже. Легкий ветер уже теребил занавески, подталкивая их внутрь, сквозь приоткрытое окно. Но мальчика не собирался возвращаться, чтобы закрыть. По утрам он часто оставлял его открытым, если не было сильного ветра или дождя. Высокая трава сменилась пышными кустами и молодой порослью, пока не развернулся высокий лес. Мысль мальчика занимала только желание поскорее изучить местность вокруг своего нового дома, в который он и его родители въехали неделю назад, покинув душный город. Настала суббота, свободный день от планов, все время оставляемых для него родителями, а значит, он предоставлен самому себе практически до вечера. Главное прийти на обед по указанию мамы и не уходить далеко гулять от дома одному. Сколько неизведанной территории лежало перед ним теперь! Участок дома плавно перетекал в лес, легкий забор отгораживал его только условно. И если бы не выкошенная трава на пару десятков метров вокруг, то можно было подумать, двухэтажный дом с трубой стоит прямо в лесу. В десяти минутах от дома было небольшое озеро, а уж в получасе и вовсе лежала река, которую он смог бы переплыть за несколько минут. Ход размышлений, с какой стороны обойти озеро, прервал крик большой птицы, пролетевшей над верхушками огромных сосен. Тот мальчик остановился, затрал высоко голову и, мгновенно опомнившись, пошел с левой стороны по направлению полетевшей птицы. Озеро, со всех сторон окруженное лесом, по форме казалось правильным кругом. Мальчик его пока не переплывал, но мог с уверенностью сказать, что переплыл бы минут за двадцать. По краю берега росли лилии, а вода была настолько прозрачной, что во время утреннего затишья просматривалось все песчаное дно и можно было увидеть, как рыба близко подходит к камышам и шныряет в поисках пищи. Утки заметили приблизившегося человека и скрылись в наводной зелени с синеватым отливом. Хотя одежда ребенка не пестрела яркими красками и была незаметна, коричневые штаны с множеством карманов и бежевая рубашка вполне сливались с местными цветами. Он двигался явно быстро и, подходя к воде, шелестел всем, к чему притрагивался, открыто направляясь вдоль озера в намерении его обогнуть. Папа, конечно, говорил одному, лучше пока не гулять до озера, тем более до реки, а еще лучше быть в пределах слышимости от дома и на оклик возвращаться, дабы не заблудиться. Однако они все еще должны были спать, а им очень хотелось поскорее дойти самостоятельно и увидеть все собственными глазами, а не как в первый день прибытия, прогуливаясь с мамой и папой за руки. Высокая трава обтекала ноги, доходя мальчику до колена, а местами даже до пояса. Шагая между деревьями и пышными кустами, он придерживал ветви и листья на уровне лица и груди. Солнце иногда пробивалось лучами сквозь пышную растительность и ложилось ему на лицо, но уже не так болезненно, как ранним утром. Взгляд его блуждал, переводя внимание то на ноги, то на ближнюю растительность. Приходилось осматриваться, ориентируясь по ходу пространствия. И тропинок не было, что было даже немного странным. Вернее, они были, начинались у дома, а потом как будто таяли в траве. Так и сейчас. Он уже минут пять шел, потеряв из вида следы протоптанной тропы. Внизу в траве шныряли насекомые, частые кузнечики выпрыгивали впереди него за пару шагов, прежде чем он ступал туда. Реже взлетали бабочки и исчезали над его головой, с глазками на крыльях, белый и оранжевый, но все это не занимало его сейчас. Основное внимание было направлено на виднеющуюся впереди березовую рощу, ведь сразу за ней располагалась та самая река, где мальчик отдыхал семьей, внимательно наблюдая за течением, уносящим сухие листья, которые он бросал с самого края берега в качестве развлечения. Мягкие водовороты и плавные волны хватали сухие листья и уносили вперед, закручивая в медленно идущих потоках воды, завораживающие и в то же время успокаивающие зрелище для человека из городской черты. Стоило именовать открытую поляну, роща окутала его своей белизной и контрастными черными полосками. По мере углубления немного дальше ориентиры и вовсе стали пропадать. По сторонам виделась все время одинаковая картина, белая с черным, черная с белым. Спустя пару мгновений до слуха мальчика донеслось движение ветра, а за ним сразу невесомая струя воздуха обдуло и его лицо, что было очень приятно. Выступившие капли пота на лбу он оттер рукавом и, пройдя еще немного, услышал шум воды. Живописная река несла потоки воды направо. Подойдя к воде, он глубоко вздохнул и огляделся. На противоположной стороне берег густо заросший еленю уходил немного вверх. На его стороне было гораздо свободнее. Лес раньше отступал, обнажая поляны с клевером, а оклон реки располагался по направлению течения. Туда мальчик и пошел, заведя огромное, одинокое растущее дерево прямо на самом краю. Крупные длинные ветви росли во все стороны с одинаковой частотой, а обилие зелени могло спрятать в себе бесчисленное количество птичьих гнезд. В том, что их было на этом зеленом гиганте не менее двух десятков, мальчик даже не сомневался. Под деревом он уселся на траву и завороженно смотрел на маленькие водовороты, образуемые течением. Белые кувшинки ходили кругами, казалось, что течение от этого еще быстрее. В примятой под ногами осоки лежали мелкие разноцветные камни, вынесенные полноводной рекой в дождливые дни и преодолевшие не весь какое расстояние. Они еще блестели от утренней росы. Поддаваясь интуитивному чувству игры, мальчик взял один из них, самый крупный, желтого цвета и закинул на середину реки, почти не вставая. Послышался тихий плюх, приглушенный размеренным шумом потока воды. Остальные камни дальше закинуть так и не вышло из-за малого веса. Поочередный плюх выделялись на фоне всеобщей тишины. Троны деревьев хоть и шевелились слегка, но почти молчали. Неожиданно вместе со звуком последнего улетевшего камня до слуха ребенка донес еще один звук, походивший на шорох. Он прислушался, но звук не повторился. Далеком и любопытством он нашарил еще один камень и бросил в воду. Недалеко. Раздалось привычный плюх. Однако, как только оно утихло, новый звук повторился. И теперь мальчик разобрал, что этот шорох шел позади него. Взяв очередной камень для броска, повернулся спиной к реке, кинул и прислушался. Отчетливый плюх по свырчанию. Мальчик накмурился и насторожился. Следом принялся медленно приподниматься, дабы выглянуть из-за травы. Мягкий шелест травы нарастал вместе с любопытством. Внезапно брови мальчика поползли вверх. И за дерево в нескольких метрах от него вышла лошадь. Лошадь была темно-серого цвета и отливала черничными оттенками. Длинная грива цвета вороного крыла свободно свисала с шеи и спины, как у диких лошадей. Но была на удивление ухоженной, словно ее часто расчесывают. Своим размером она не уступала тем крупным лошадям, каких он видел во время своих переездов. Даже выглядела еще больше. Видимо, просто она находилась очень близко. И самая любопытная смотрела сейчас прямо на него своими большими, темными, но блестящими и отражающими все глазами. Мальчик уже совсем не таился, а стоял и с дерзким любопытством глазел на красивую гостью, приоткрыв от изумления рот. Гостья подошла ближе, почти вплотную, наклонила голову, выдохнула из настрей теплую струю воздуха и уже совсем по-другому, но так знакомо. Мальчик улыбнулся и с восхищением протянул ладонь к ее носу, влажному и холодному. Затем погладил по морде. Животное не возражало всем своим видом, выказывая спокойствие и встречный интерес к маленькому человеку. Голову заполонили мысли о том, откуда эта прекрасная лошадь пришла сюда. Может кто-то приехал на ней верхом и бродит сейчас где-то в окрестностях? Но тогда почему на ней нет ни седла, ни стремян, ни даже следов от них? Все эти и множество других вопросов недолго кружили хороводом в мыслях и быстро пропали. Стоило ему начать гладить ее, обходя сбоку. Животное было необычайно красивое. Таких породистых он, пожалуй, вообще никогда не видел в своей жизни, а повидал лошадей он немало. Не верилось, что она может быть дикой и вовсе не имела хозяина. Мальчик не стал теряться в догадках, обошел дерево вокруг, прошелся немного вниз по течению, но никаких следов другого человека не нашел. Более того, следов этой самой лошади тоже не было. Но не могла же она взяться из ниоткуда. Пронеслось у него в голове. Тем временем черничная гостья последовала за ним, обозначив свое присутствие уже таким привычным форчанием. Он обернулся и увидел ее, пьющей из реки. «Ну, ты пойди пока, и я отведу тебя домой», — радостно сообщил он ей в спину и добавил. «Мне-то уже точно пора обращаться». Лошадь, словно соглашаясь, тряхнула головой, вышла из воды и последовала в лес. «Очень надеюсь, что нам с тобой окажется по пути». Он припоминал расположение озера, а она шла как раз в его сторону, противоположной от реки. Лошадь и мальчик уже скрылись в густых зарослях леса, а солнце все продолжало подниматься, заливая светом новые участки зелени, высушивая и поднимая примятую ими траву, стирая последние следы их присутствия. Лошадь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok